Галла-концерт в фестивале студенческого творчества «Веснушка-2022» собрал участников со всей Самарской области. Сначала таланты студентов оценили в родных колледжах и техникумах. За время проведения фестиваля жюри посетило 22 представления и посмотрело 400 номеров. Галла-концерт собрал в себе 17 лучших из них. Наталья Иванова учится на экономиста, но любовь к музыке питает с детства. Для зрителей подготовила вокальный номер. Я когда пою, мне прям резко поднимается настроение, хочется что-то делать, постоянно двигаться. Участвуем мы каждый год, все нравится. Выступаем здесь, потому что здесь такая студенческая, скорее всего, атмосфера, которая прям заряжает энергией. Учредителем фестиваля выступил Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары. А соучредителем стало областное министерство образования и науки. Традиционно организатором фестиваля выступил Самарский дом молодежи. Фестиваль этот имеет достаточно большую свою историческую уже ценность. Более 15 лет он ежегодно проводится. И здесь раньше прибегали к технологии того, что колледжам представлялась возможность выступить в той или иной тематике. Последние несколько лет мы отошли от этой идеи и даем возможность колледжам выбрать абсолютно любую идею, которую только они хотят реализовать своим творчеством. Первое место у Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Второе разделили энергетический колледж и колледж железнодорожного транспорта. Замыкает тройку лидеров факультет среднего, профессионального и предпрофессионального образования СГЭО. А высшую награду Гран-при взяли студенты Поволжского государственного колледжа. С этого года веснушка стала региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Поэтому лучшие номера самарских студентов увидит вся страна. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.